Для девочек-баскетболисток сборной ФСК Северского трубного завода 2004 года рождения это первое участие в первенстве России по баскетболу. Три года они готовились к этим ответственным стартам, принимали участие в розыгрышах УДБЛ. За три года не потерпели ни одного поражения. В этом сезоне наши девчонки выиграли сначала зональное первенство России, затем его полуфинальную стадию в Челябинске и завоевали право выступать в финале. Волнение было, особенно на первой игре. Потом как-то мы уже привыкли, начали понимать зал, мячи и как бы уже очки пошли. Самое сложное было, наверное, сыграться с новыми игроками, почувствовать себя на таких высоких соревнованиях, на таком высоком уровне. Как бы не привыкли еще, но мы старались. По регламенту соревнований перед финалом команды могут усилиться и полевчанки, как и, впрочем, все остальные команды, воспользовались этой опцией. На усиление наша команда привлекла четырех игроков. Трех из Екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы номер 3 имени Мышкина и одну баскетболистку из Челябинска. Итог – семи игр. Шестое место в финале первенства России по баскетболу. Девчонки проиграли команде школы Олимпийского резерва имени Гомельского четыре очка. Достойно выступили девочки и нисколько, как говорится, не подвели наш родной полевской. Было очень приятно, что команда отмечена была со всех сторон. И тренерскими составами команд, которые присутствовали на финале России, и судьями. Было очень много комплиментов. Очень понравилась команда. И, в принципе, нас боялись, да, как говорится, и ждут от нас новых достижений, новых моментов, новых, как говорится, результатов. Финал первенства России по баскетболу – это уже несомненный огромный успех наших баскетболисток. И нужно отметить, что с регулярностью в шесть лет полевчанки доходят до финальной стадии первенства страны. Нужно отметить, что подобный успех полевчанок был бы немыслим без помощи Северского трубного завода. Говоря же о сложностях, Людмила Тихонова рассказывает о травме капитана команды. Юлия Ялина получила ушиб и разрыв связок во второй игре. Сейчас спортсменка в специализированном аппарате, который способствует скорейшей реабилитации. Несколько сложнее стало девочкам играть, но, тем не менее, старались, все старались, были одержимы буквально, готовились. Конечно, чувствовалось и волнение, безусловно, но, видимо, жажда победы, то, что есть у нас уже, то, что наработано, это, как говорится, было выше. И поэтому тот успех, который, несомненно, это успех команды, наработанный был годами, ни одним, ни вторым, а три года подряд мы победители Уральской детской баскетбольной лиги. Тот небольшой опыт, который мы имеем, вот он нам очень помог, очень в правильном направлении сработали, вот, и поэтому, конечно, радостно. Юля во время первенства болела за девчонок уже со скамейки запасных. Капитан и сегодня на тренировке, душой же она на паркете. В какие-то моменты я понимала, что сейчас нужна моя помощь, мои проходы, то, что... А не могла этого сделать, было очень жалко, конечно, расстроилась. В матче за пятое место полевчонки встретились со спортивной школой Олимпийского резерва Купчинский Олимп и Санкт-Петербурга. Упорная борьба принесла успех питерцам 58-60. Первое место заняла команда девочек «Динамо-Конск». Безусловно, девочки очень опытные, очень показательные были со всех сторон, то есть как бы и техника, и физика, как говорится, все буквально отработано, уже обыграны. Половина команды 2004 года девочек, они выступали уже на финале 2003 года, и поэтому, конечно, они себя чувствовали намного увереннее, вот, им нам несколько легче было. Вот, нам надо было этот барьер психологический перешагнуть, волнение наше стряхнуть, бросить все с себя. И поэтому, в принципе, нормально, хорошо выступили. Девчонки и тренер не расслабляются. Уже в мае их ждет первенство Свердловской области по баскетболу среди девочек 2004 года рождения, пятый заключительный тур Уральской детской баскетбольной лиги. Ну и, конечно же, подготовка к финалу первенства России по баскетболу 2018 года. Ксения Обладенкова, Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости. Твой день.